Внезапный утренний визит миграционщиков застал людей врасплох. Еще дымится брошенный завтрак, нетронутой стоит тарелка с пельменями и о чем-то шутят китайские комики с невыключенного экрана. Но гастарбайтерам из Поднебесной не до смеха. Практически ни у кого нет документов и предстоит серьезный разговор с миграционной службой. Некоторые пытаются спорить, но понять их трудно. По словам миграционщиков, этот рейд стал самым результативным за последние полгода. 38 задержанных, выходцев из Китая. Больше всего наша съемочная группа впечатлила, что чужеземцев, незаконно работающих на теплицах, скорее всего не выдворят из страны. Максимум их ждет административный штраф до 5000 рублей. Дело в том, что китайцы массово въезжают в страну, прикрываясь коммерческим визитом, без права работы. И пока законные миграционные службы будут столь гибкими, ситуация не изменится. Очевидно, что они разрешения на работу не получали. То есть раньше не знали, что они здесь жили, и владельцы меняются как бы. А это каждый год длится здесь. Они каждый год, эти теплицы здесь каждый год, и каждый год они сюда приезжают. В китайской работе задарма заинтересованы и местные предприниматели. По непроверенной информации, которую удалось разузнать нашей редакции, теплицы в районе Ташибы принадлежат скандально известному депутату Сапоговского сельсовета Эдуарду Ухварину. Не так давно суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Он обеспечивал приезжих из КНР поддельными документами. Впрочем, винить одного господина Ухварина неверно. Ташибинские теплицы существуют больше десятка лет. И, видимо, власти всех уровней это устраивает. А рейды лишь показательность для галочки. Таира Читаев, Алексей Иванов. Новости 7-й телеканал.